Я офтальмолог Хиромац. Сегодня я хочу поговорить о том, что происходят секунды вашими глазами сразу после того, как вы пьете кофе. Я уже сделал видео о том, что происходят секунды вашими глазами, если вы пьете кофе каждый день. Поэтому, надеюсь, вы его тоже посмотрите. Но на этот раз я расскажу о том, как ваши глаза меняются сразу после употребления кофе. Вот такая история. Изменяется кровоток и давление. Зная это, вы поймете, что эти изменения произойдут сразу же, как только вы его выпьете. Некоторые люди испытывают определенные чувства, когда пьют его. Поэтому, я надеюсь, вы спросите об этом. Первое, о чем я расскажу сегодня, это исследование 2012 года, в котором сравнивалось, как употребление кофе влияет на внутриглазное давление. В частности, в ходе исследования сравнивали кофе без кофеина секунды кофеином, чтобы увидеть, как воздействие кофеина влияет на зрение. В исследовании приняли участие 102 человека. Они выпили по 237 мл кофеина и кофеина без кофеина, затем в течение часа наблюдали за состоянием их глаз. Когда вы пойдете к окулисту, он проверит ваше внутриглазное давление твердость глаза, измерив его секунды помощью воздуха или секунды помощью наконечника. В большинстве случаев, чем ниже внутриглазное давление, тем лучше. Говорят, что мои глаза менее склонны к развитию глаукомы и у них улучшился кровоток, а внутриглазное давление снизилось примерно на 0,9, если исходное значение было равно 1. Глазное перфузионное давление составило 1,57, что означает, что приток крови к глазу улучшился. Установлено, что давление в глазах снижается, а приток крови к глазам улучшается, причем это происходит в течение часа. Одной из причин этого, вероятно, является обезвоживающий эффект кофеина. Это помогает снизить давление, обеспечивая определенное количество жидкости и вдобавок ко всему, если вы пьете кофеин, он заставляет вас чувствовать себя возбужденным, вы понимаете это. Это возбуждает вас, что улучшает кровообращение. Итак, поскольку содержание жидкости уменьшается, внутриглазное давление снижается, а кровоток улучшается, поэтому употребление кофе может быть полезным даже в краткосрочной перспективе. Это верно. На самом деле, другие исследования показали, что употребление кофе в краткосрочной перспективе может снизить внутриглазное давление. Кофеин стимулирует и улучшает кровообращение, поэтому, я думаю, можно секунды уверенностью сказать, что он может быть полезен для людей секунды глаукомой, по крайней мере, в определенных количествах. Итак, какое же количество является подходящим? Как мы уже говорили, около 2-3 чашек будет достаточно. В таких случаях, как этот, когда вы выбираете между кофеином и без кофеина, кофеинированный кофе всегда лучше? Ответ, конечно. С точки зрения эффективности, кофеинированный кофе более эффективен. Однако, употребление слишком большого количества кофеина, содержащего кофе, может иметь некоторые недостатки. Обычно говорят, что 2-3 чашки кофе – это нормально, но все, что больше, может вызвать напряжение глаз из-за негативного воздействия кофеина, что не есть хорошо. Например, мы часто слышим, что физические упражнения полезны для организма. Умеренные физические нагрузки лучше, чем их отсутствие вообще. Но если вы будете бегать десятки километров каждый день, ваше тело сломается, поэтому умеренность – самое главное. Учитывая это, когда речь заходит о кофеине, я думаю, лучше всего помнить, что оптимальное количество составляет 2-3 чашки. И что чрезмерное употребление все равно может иметь негативные последствия. Итак, кофе секунды кофеином и без кофеина имеют свои плюсы и минусы. А что насчет баночного кофе и растворимого кофе? По этому вопросу тоже достигнут определенный уровень выводов. Один из выводов заключается в том, что разница не так уж велика. Эффект не будет существенно отличаться, если вы используете растворимый кофе, консервированный кофе или обычный заваренный кофе. Однако есть и некоторые существенные различия. Прежде всего, растворимый и баночный кофе – это кофе, который был обработан путем нагревания до определенной степени. Это означает, что в пищу может попасть определенное количество довольно вредного вещества под названием акриламид. Конечно, употребление небольшого количества акриламида не обязательно означает, что он вреден для глаз, но... Говорят, что употребление большого количества акриламида может привести к неврологическим расстройствам и даже канцерогенности. Например, говорят, что акриламид легко образуется при нагревании углеводов до высоких температур. Картофельные чипсы также представляют собой проблему, поскольку содержат около 0,46 мг акриламида на килограмм, что делает их легко проглатываемыми. Итак, сколько акриламида содержится в растворимом кофе? 358 мкок на кг, тогда как в обычном кофе его содержится 179 мкок. Микрограмм равен 1,1 тысячам, что является невероятно малым количеством. Поэтому я бы не сказал, что это имеет огромное влияние, но если вы спросите меня, есть ли какая-то разница, я отвечу, что есть. Поэтому я часто спрашиваю, как насчет баночного кофе, а как насчет мгновенного? Если бы меня спросили, я бы ответил, что не думаю, есть какие-либо проблемы с секундой растворимым или баночным кофе. На этот раз мы говорили о том, как улучшается приток крови к глазам и снижается внутриглазное давление, но что насчет артериального давления? Относительно надежное исследование, систематический обзор 2011 года показало, что употребление кофе вызывает повышение артериального давления в течение часа, и этот эффект длится около трех часов. Это означает, что кофе без кофейна не повышает артериальное давление. Ранее говорил, что это было волнительно, и вот оно. Я думаю, что артериальное давление имеет тенденцию временно повышаться, так что это может быть недостатком. Когда вы пьете кофе, вы можете задаться вопросом, что делать секунды добавления молока или кофейных сливок. Что касается кофейных сливок, они содержат много жира, поэтому их не рекомендуется добавлять. Хотя употребление слишком большого количества молока не является полезным, но не настолько уж и плохим. Так что вам ни о чем беспокоиться. Что касается сахара и искусственных подсластителей, то считается, что употребление определенного количества их может нести вред, поэтому я не рекомендую употреблять их слишком активно. Причина в том, что кофе, как говорят, полезен для уровня сахара в крови и кровообращении, а также помогает бороться с секундометаболическим синдромом. С другой стороны, сахар имеет противоположный эффект. Он может привести к набору веса и ухудшить приток крови к организму. Поэтому я считаю, что лучше избегать сахара, если это возможно, и все равно его потреблять. Например, в случае диабета систематический обзор 2014 года относительно надежного исследования секунды участием 1,109,272 человек показал, что исследования показали, что употребление одной чашки кофе секунды кофеином может снизить риск развития диабета на 9%, а кофе без кофеина на 6%. Поэтому я думаю, что было бы неплохо принимать его, зная, что он окажет некоторое влияние на улучшение кровотока и предотвращение набора веса. А как насчет ваших пациентов, которые пьют кофе? Я думаю, что среди моих пациентов, которые пьют кофе, довольно много. Я не думаю, что есть какая-то разница между теми, кто пьет кофе, и теми, у кого результаты лечения значительно лучше. Поэтому важно пить кофе и быть внимательным к своей повседневной жизни. По сути, важно правильно использовать глазные капли, чтобы снизить внутриглазное давление или перенести операцию. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что физические упражнения и диета могут в этом помочь. Что касается глаз, употребление кофе улучшает приток крови и снижает нагрузку на глаза за счет снижения давления. Я не люблю кофе. Это обязательно должен быть кофе. Я думаю, что есть люди, которые думают именно так. На самом деле, есть люди, которые просто не переносят кофеин. Мне часто задают этот вопрос, и ответ таков – это не обязательно должен быть кофе. Поскольку кофе настолько распространен, его изучали многие исследователи, однако другие напитки также считаются относительно эффективными. Например, есть такой чай, как Ройбуш. Вы слышали о таком? Было время, когда он был популярен, потому что был полезен, но существовал чай под названием Ройбуш, в котором не было ни кофеина, ни калорий. Есть люди, которые не переносят кофеин или не хотят потреблять калории, и, например, хотят добавлять в кофе молоко или сахар. Я не думаю, что найдется много людей, которые не смогут пить чай Ройбуш без добавления молока или сахара. В этом смысле чай Ройбуш сам по себе легко пьется и содержит вещества, которые предотвращают окисление повреждений организма. Так же, как кофе содержит вещество, похожее на хлорогеновую кислоту, то чай Ройбуш также содержит то же самое вещество, которое помогает регулярно устранять повреждения организма. Если кофе вам не по душе, то чай Ройбуш – еще один вариант. Что касается черного чая, зеленого чая и чая улун, то все они содержат небольшое количество кофеина. Конечно, это гораздо меньше, чем кофе, так что я не думаю, что это повод для беспокойства. Действительно, он содержит кофеин, поэтому, если вы не переносите кофеин, я бы рекомендовал избегать продуктов, содержащих кофеин. Однако, поскольку его содержание меньше, чем в кофе, лучше пить зеленый чай, черный чай или улун. А что насчет этих трех? По сути, это одно и то же. Используются те же чайные листья, но их обрабатывают путем обжаривания и ферментации. Итак, в качестве основы используется зеленый чай, который затем превращается в улун, а затем в черный чай. В принципе, вам не стоит слишком беспокоиться об этом, просто имейте в виду, что терпкость и танина изменятся при переходе от зеленого чая. С другой стороны, выработка тянина, котехины ид, да, также немного меняется, поэтому у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Я разместил видео японскую версию о черном чае, зеленом чае, чай улун, поэтому, пожалуйста, посмотрите их и выберите тот, который вам больше нравится. Вместо выбора на основе эффективности эффекты не сильно различаются, поэтому вы можете выбирать на основе своих предпочтений. Другими словами, вы можете сказать, что предпочитаете черный чай или зеленый чай. Изначально я изучал тианин, который содержится в зеленом чае, поэтому я думал, что зеленый чай будет мне полезен, но на самом деле мне больше нравится вкус черного чая. Я в основном пью черный чай и знаю, что кофе тоже эффективен, но мне кажется, что кофеина в нем для меня слишком много. В основном я пью чай, но иногда, когда мне хочется немного больше кофеина, я пью кофе, но секунды осторожностью. Таким образом, простое проявление большей осторожности в отношении того, что вы пьете на регулярной основе, может иметь большое значение в вашей жизни. Проводится много подобных исследований, и мы продолжим загружать их в будущем, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик и смотрите наши другие видео. Также, пожалуйста, посмотрите другие видео в плейлисте. Спасибо за вашу постоянную поддержку.